Продолжает разваливаться обвинение сирийской власти в применении химического оружия в городе Дума. Уже и западные корреспонденты ищут и не могут найти улик против Асада. А между тем 103 крылатые ракеты по Сирии выпустили. В Думе долго, две недели, ждали экспертов Организации по запрещению химического оружия. Но они все не ехали. Их будто бы не пускали в Думу сирийские власти. Это неправда. А почему же не ехали? На неделе появился информационный вброс. Якобы сирийцы уничтожают улики применения химического оружия. Можно предположить, что если эксперты-химики ничего не найдут, западные деятели скажут, ну вот видите, сирийцы и русские уже замели следы. И это при том, что свидетели и участники постановки белых касок готовы рассказать всем о том, что происходило в тот день в Думе. Но западные СМИ лишь продолжают крутить в эфире фальшивку. Михаил Акинченко разбирался в этой провокации. Вся нелепость проходящих событий видна вот на этом стоп-кадре. Это явно совершенно обезумевший от страха, от непонимания, что с ним делает ребенок. Это абсолютное отсутствие какой-либо симптоматики, свидетельщики об отравлении. Ни судорог, характерных для Зарина, ни неудержимого кашля, как при атаке хлором, Генрих Сафронов, ученый-токсиколог с мировым именем, так и не разглядел. Зато отметил бессмысленные с медицинской точки зрения действия так называемых спасателей. Зачем хлопать бедного ребенка, если любого малыша вот таким образом с ним обращаться, он будет страдать, кроме всего прочего. Здесь можно утверждать, что правдиво, абсолютно и безупречно правдиво глупость происходящего. Вот и 11-летний Хасан Диаб на этом видео. Он мокрый и напуганный, сидит на кушетке, до сих пор так и не понял смысла случившегося. Какие-то люди, вспоминает ребенок, начали кричать на улице, что надо бежать в больницу. Но они с мамой и побежали. Вот он, этот шланг. Из него нас обливали водой, что-то брызгали, потом нас посадили на кровати. Впрочем, как только неизвестный режиссер скомандовал «стоп, снято», все прекратилось столь же внезапно, как и началось в больнице. Остались растерянные и ничего не понимающие невольные участники массовки. Отец Хасана приехал за сыном, когда белых касок уже и след простыл. Никаких признаков применения химического оружия не было. Он спокойно дышал, на теле не было никакого раздражения. Но и сейчас, вы же видите, все в порядке. Но что там дети? От внезапной и скоротечной панической атаки с обливанием в клинике опешили даже медики. Когда пришли в себя, все же решили осмотреть пациентов. Мы обследовали всех пострадавших, но никаких патологий не выявили. Это были обычные пациенты, осколочные раны, у кого-то травма легких. Но еще раз повторю, ничего сверхъестественного. К видеокамерам в последние дни в больнице привыкли. Журналисты теперь тут частые гости. Западные в том числе. В поисках очевидцев и свидетельств предполагаемой химатаки. Но сотрудникам клиники оказалось нечего добавить. Той ночью был ветер, и огромные облака пыли проникали в подвалы и убежище, где живут люди. Люди стали приходить сюда, в больницу с жалобами на гипоксию, кислородное голодание. А потом кто-то возле двери, один из белых кассок, кликнул «Газ!» и началась паника. Люди начали поливать друг друга водой. Да, это видео было снято здесь, оно настоящее, но на нем вы видите людей, которые страдают от гипоксии, а не от отравления газом. Это интервью с 58-летним врачом клиники опубликовали в британской газете «Индепендент» с заголовком «В поисках правды среди обломков Думы». Автора статьи, журналиста Роберта Фиска, поиски привели к выводу, что никакой атаки не было, независимо от него. К абсолютно такому же мнению пришел и американский телерепортер. Я общался с десятками жителей квартала, где предположительно была совершена атака. Никто из них ничего подобного не видел и не слышал. Некоторые предположили, что это была просто постановка боевиков, которые занимали в то время город. Они были в отчаянии, им нужна была уловка, чтобы скрыться от сирийской армии, которая наступала на них. Пирсон Шарп стал единственным представителем американских СМИ, который не только не побоялся приехать в Сирийскую Думу, но еще и рассказал о том, что действительно видел сам и о чем говорил с местными жителями. Пообщался с беженцами из Восточной Гуты и корреспондент немецкого государственного канала ЦДФ. Люди рассказывали нам многое. И по тому тону, как они говорили, можно было понять то, что они говорят, убедительно. Что все, что происходило 7 апреля, было инсценировано. Также они говорили, что это так называемые тренировки террористов. По-другому это назвать нельзя. Когда людей подвергают химической атаке и снимают все это на видео. И выдают это в качестве доказательства того, что произошло 7 апреля. Так это или не так на самом деле, я не ручаюсь подписываться под каждым словом. Но доля правды в этом все-таки есть. Заметно, как крайне аккуратно немецкий журналист подбирает каждое слово. Подобная информация в западных СМИ, мягко говоря, не приветствуется. Крупицы правды тонут в мутном потоке информационных сообщений о химической атаке, где крутится один и тот же ролик из больницы в Гуте. Очевидцев, участников постановочного видео, которые готовы рассказать правду, демонстративно не замечают. И даже порой идут на откровенный подлог. Вот, например, на неделе на шведском телеканале ТВ4 показали фрагмент интервью жительницы Восточной Гуты. Если верить подстрочному переводу, она расстроена тем, что ракетный удар западных стран был слишком слабым. Атака не принесла достаточного эффекта. Поэтому мы хотим увидеть больше. Мы хотим, чтобы они отомстили за нас. Россия, Иран и режим должны убраться отсюда, потому что они украли нашу страну и нашу землю. Арабы, живущие в Швеции и видевшие репортаж, сильно удивились, откуда в переводе взялось «Россия, Иран и режим». Хотя отчетливо слышно, как женщина произносит «Амрика», то есть «Америка». И в ее словах совсем другой смысл. Вот, что она говорила на самом деле. Надеюсь, что Америка и их союзники прекратят на нас нападать и уберутся из нашей страны. В руководстве шведского телеканала после разразившегося скандала все же извинились за, цитата, допущенную ошибку. Но большинство их западных коллег продолжают подгонять факты под уже нарисованную ими же самими картину. Хоть и получается какая-то нереальная абстракция. Какой мотив вообще мог быть у Сирии, чтобы нанести удар химическим оружием в это время и в этом месте? Вы знаете, Сирия побеждает. Не верите мне? Послушайте американских военных. Об этом говорили в Конгрессе. Асад выиграл эту войну. Давайте уже это признаем. Ну и еще твит Трампа на прошлой неделе о том, что армия США очень скоро уйдет из Сирии. И неожиданно... Окей, мне очень жаль. Простите, что так долго нас ждали, но мы вынуждены закончить на этом. Спасибо большое. Заслуженного британского генерала Джонатана Шоу в эфире канала Sky News просто оборвали. Как только поняли, что он говорит и к чему ведет. Но эту же мысль продолжил его коллега Алан Уэст. Британский адмирал, член тайного совета Великобритании. Пэр, лорд на телеканале BBC прервать столь уважаемого в королевстве человека не решились. Президент Асад выигрывает гражданскую войну. Он провел затяжную и трудную кампанию по захвату района вокруг города. И только-только он приблизился к цели, как тут ему приходит в голову провести химическую атаку. Это кажется неправдоподобным, странным, потому что он явно понимал, что последует реакция со стороны союзников. Алан Уэст, как бывший глава военной разведки Великобритании в эфире BBC, признался. Во время бомбардировок в Боснии политики давили на него, требуя подменять факты ложью. Как бы намекнул, и сейчас, возможно, происходит нечто подобное. И здесь ведущая не сдержалась. Мы знаем, что министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил Запад в том, что он мог сфабриковать доказательства о химатаке в Думе или каким-то образом быть вовлеченным в то, что случилось в городе. Учитывая, что мы ведем информационную войну с Россией на стольких фронтах, вы не считаете, что об этом возможно нецелесообразно говорить публично, учитывая ваше положение и ваш профессиональный опыт? Нет ли опасности в том, что вы накаляете обстановку? Мы знаем, что сведения поступили от белых кассок, которые, давайте будем откровенны, не нейтральны, а скорее на стороне разрозненных групп, воюющих с Асадом. Если бы спросили моего совета представителей исламистов, часть которых хуже ИГИЛа, я бы им сказал, давайте дождемся новой атаки сил Асада. Надо будет использовать хлор, потому что тогда последует новая атака коалиции. И если есть возможность убедить их в том, что он использовал химическое оружие, так и надо поступить. А между тем, именно об этом сценарии предупреждали российские военные, которые еще в марте сообщили о том, что в Восточной Гути, где находится город Дума, боевики готовят провокацию с использованием химического оружия. Тогда же и сирийские власти направили в Организацию по запрещению химического оружия письмо, в котором высказывали обеспокоенность по поводу готовящейся химической атаки. В начале апреля Владимир Путин говорил об этом на встрече лидеров России, Ирана и Турции. В ход идут любые средства. Нами получены, например, неопровержимые доказательства подготовки боевиками провокации с использованием отравляющих веществ. Провокация состоялась через три дня после заявления российского президента. И тут, казалось бы, западные политики могли хотя бы попытаться задуматься, сопоставить факты, но вместо этого ударили крылатыми ракетами. Неужели США и их союзники должны бездействовать и ждать, пока Башар Асад снова использует химическое оружие против своего народа? Должны ли мы сидеть на месте и дожидаться результатов официального расследования, которое может затянуться на долгие месяцы? Представитель Госдепа, впрочем, не упомянула о том, что расследование может затянуться только если его умышленно затягивать. Сначала представители западных стран в Организации по запрещению химического оружия отказывались утвердить отправку миссии экспертов. Потом все же согласились. Сирийское правительство незамедлительно выдало визы экспертам. Они приехали в Дамаск. Еще несколько дней в отеле ожидали разрешения от Департамента по безопасности ООН. Выглядело это так, как будто расследование тормозят специально, чтобы потом сказать, следов химического оружия не нашли, потому что времени прошло слишком много. Но специалисты утверждают, эта уловка рассчитана только на тех, кто совсем ничего не понимает в химии. Нам ведь говорили о взрыве бомбы. При взрыве бомбы порядка 20-30% отравляющего вещества просто вбивается в почву. Эти капли попадают на строительные конструкции. Это все может находиться не просто месяцами, а даже годами. То есть правда все равно вскроется, как вскрылось и то, что боевики готовили не просто инсценировку, а на самом деле собирались применить отравляющие вещества в ГУТе. Об этом говорят находки, сделанные российскими военными в подвалах домов, которые еще недавно занимали террористы. Настоящие лаборатории и запасы компонентов, необходимых для изготовления химического оружия. Обнаруженные вещества, такие как теодигликоль, диэтаноламин, необходимы для получения сернистого и азотистого иприта. Кроме того, на складе обнаружен баллон с хлором, аналогичный использованному боевиками для постановки растиражирного фейкового сюжета. Вот точно такой же баллон на кадрах видео белых касок. Якобы это и была бомба. Но ладно баллона, вот где террористы брали химические вещества. На неделе выяснилось, бельгийские таможенники предъявили обвинение сразу трем компаниям из Антверпена, которые в обход запретов поставляли неизвестным покупателям в Ливане и Сирии сотни тонн запрещенных к продаже химикатов. Причем, по данным сирийских властей, производили их в США и Великобритании. И не только. На освобожденных территориях Восточной Гуты с сирийскими правительственными войсками обнаружены контейнеры с хлором, самым страшным видом химического оружия из Германии, а также дымовые шашки производством из города, внимание, Солсбери, Великобритания. Кстати, в той же Великобритании обосновались и так называемые белые каски. Правда, на своем сайте они сообщают, что официальное их название The Voices Project – проект «Голоса», а штаб-квартира находится в небольшом городке Кембриджир в 120 километрах от Лондона. Наш корреспондент отправился по указанному адресу, вот только никого из представителей этой организации здесь даже не видели. А, так это вы из проекта «Голоса»? Нет, мы как раз ищем людей из проекта «Голоса». Ой, извините, мы не относимся к проекту «Голоса», здесь только зарегистрирован офис. Брошенным оказался и офис белых касок в Сирийской думе. Они убежали вместе с боевиками, не дожидаясь, когда приедут эксперты и попросят предъявить доказательства посущественнее постановочного видео. А ведь появляется всё больше свидетельств того, что и прежние странные химатаки, предыдущая случилась год назад в Ханшейхуне, дело рук режиссёров белых касок. Об этом сегодня рассказывают мнимые жертвы тех постановок. Меня одели в молитвенный костюм, положили в рот зубную пасту и попросили, чтобы я пополоскала рот водой, чтобы появилась белая пена изо рта. Попросили также, чтобы я легла на пол, сделав вид, что я без сознания, и чтобы вода зубной пастой постепенно вытекала из моего рта. Я должна была стараться не шевелиться. Они сделали один или два дубля. Когда как будто совершили химическую атаку, мы с мамой упали на пол, и из наших ртов якобы пошла пена. После того, как закончили, мне дали 500 лир, а сколько дали моей маме, я не знаю. В общем, кино да и только. За него, кстати, в прошлом году белые каски даже получили Оскара. А Бен Аффлек, Джордж Клуни, Джастин Цимберлейк выступали в их поддержку. Но, кажется, и далекие от политики звезды начали что-то подозревать. Когда письмо с просьбой поддержать белых касок получил один из основателей рок-группы Pink Floyd, Роджер Суотерс, он решил сделать ровно наоборот. Уверен, что белые каски являются организацией, создающей фейки и производящей пропаганду для джихадистов и террористов. Пропаганда белых касок склоняет нас к тому, чтобы мы научили убеждать наше правительство сбрасывать бомбы на людей в Сирии. Аплодисменты на концерте в Бартелоне продемонстрировали. Если не политики, то обычные люди хорошо понимают. Их обманывают. В России про такую неприкрытую ложь принято говорить. Шито белыми нитками. Хотя в свете последних событий правильнее было бы сказать, снято белыми касками. Михаил Лакинченко, Ирина Близнюк, Алексей Карипанов, Тимур Сиразиев, Сергей Чивелло, Первый канал. Субтитры делал DimaTorzok